Здравствуйте, друзья! Из относительно свежих новостей есть информация о том, как именно корпорации собираются потратить те деньги, которые у них осядут после снижения налогов на доходы корпораций. Вы знаете, ну, может быть, не помните там деталей, но согласно принятому закону с 35% налог на корпорации будет опущен до 21%, это уже вот в этом году, по итогам этого года, поэтому они сейчас, значит, активно эти деньги куда-то тратят, ну, или, скажем так, планируют потратить и так далее. Если в конце первого квартала было заявлено, что 200 миллиардов денег из этих вот, сэкономленных, значит, они потратят на скупку собственных акций, а я напомню количественно, значит, количественно полтора триллиона долларов на 10 лет, да, они получают налоговые льготы, и из этих полутора триллионов кое-что не прямо корпорациям, а там гражданам тоже, да, но немного. Вот есть статистика, что 83% экономии на налогах пойдет 1% населения, которое в этих корпорациях что-то такое долю имеет или что еще имеет. Так вот, ну, там, пусть это будет не полтора триллиона, а там триллион и, там, точка две десятых, да. Так вот, 200 миллиардов из этих денег в первом квартале было сказано в конце первого квартала, что на них скупят акции. Сейчас последняя информация, это уже по итогам второго квартала фактически, значит, информация такая, что не 200, а 436 миллиардов долларов, 436 миллиардов долларов будут потрачены на скупку акций корпоративных. Вы думали, там, эти деньги пойдут на что, на создание рабочих мест? Нет. На создание рабочих мест тоже что-то такое пойдет. Вот 19% денег, есть прямо такая раскладка в процентах, поскольку корпорации заранее объявляют там о своих планах и так далее, то есть, есть цифры, 19% пойдет на создание новых рабочих мест, 19%, 57% пойдут акционерам, 7% пойдут на увеличение зарплаты сотрудникам там и так далее. Вот тем самым сотрудникам, за чей счет вот эти полтора триллиона, да, понятно, значит, ну, хорошо, значит, один только Apple, один только Apple объявил о том, что покупает своих акций на 100 миллиардов долларов, на 100 миллиардов, из 436 100 миллиардов выкупает Apple. К чему это ведет? Это ведет к стремительному обогащению корпоративного начальства, потому что у них много акций. Если акции начать скупать на рынке, вы сами понимаете, что происходит, цена растет, то есть компания не становится более прибыльной, она не делает продукцию лучше, она ничего такого не зарабатывает, но вот как бы за счет соотношения вот этого процесса, да, значит, купли-продажи, ну, естественно, чем меньше акций, значит, там у посторонних людей, тем меньше надо им платить, соответственно, деньги остаются как бы вот, ну, можно сказать, что в корпорации, если корпорация выкупила эти акции, но тем не менее, в общем, есть люди, которые на этом сильно наварят. Некоторые оптимисты говорят, что те люди, у которых пенсионные планы, а их много, и вот у них, соответственно, растут деньги на пенсионном плане, это мне напоминает вот это вот, как человек хотел, чтобы его похоронили у кремлевской стены, ему говорят, знаете, есть место, но ложиться надо сегодня, а он еще жив, понимаете? Поэтому дело в том, что та пьянка, которая сейчас происходит с этим делом, когда за год, за год стоимость акции выросла на 35 на 40 процентов, а экономика выросла только на 2, значит, это просто пузырь, это фикция, то есть вы, конечно, можете набить себе карман фиктивно, но когда дойдет до ретармента, что там останется? Это при том, что у нас еще 10 лет и не останется денег в фонде социального страхования. Поэтому, в общем, довольно интересные такие дела происходят, но надо сказать, что поскольку уже много лет, очень много лет реально не растет зарплата, ну, сначала вот кризис был, безработица, компании получали прибыли, но как-то вот, знаете, еще вот эта вилка, сколько людям и сколько начальству, эта вилка как-то постоянно растет в сторону начальства, и пропорции меняются, поэтому прибыли у компании были, прибыли росли, это еще при Обаме все происходило, они еще при Обаме начали, а куда деньги деть, но вот если доходы населения не растут, значит, производить больше товара бессмысленно, купить не на что, соответственно, говорят, ну, акции пойдем свои скупим, вот акции росли в цене, а когда избрали Трамп тогда, а он шел с программой сокращения налогов и так далее, буквально через пару дней сток-маркет романул вверх, потому что все понимали, те, кто оперирует там активно на сток-маркете, они все очень хорошо понимали, к чему дело идет, сейчас начнется скупка акций на те сэкономленные, так сказать, на налогах трудящихся деньги, и вот, соответственно, оно так и рвануло, это пузырь, и пузырь чем интересен, он долго не живет, вот он так вроде думает, о-о-о, а потом говорит, м-м-м, вот мы это проходили неоднократно, вот за те, сколько там, почти 30 лет, что я здесь живу, было такое несколько раз уже, поэтому вот смотрим, смотрим, что будет дальше, счастливо!